Точка Немо Кроме того, согласно произведениям Говарда Лавкрафта, недалеко от точки Немо обитает монстр Ктулху. Это, конечно, фантастика. Однако исследования в 90-х годах прошлого века заставили ученых задуматься, что в недоступной части океана действительно может существовать нечто, способное выжить даже в самых экстремальных условиях нашей планеты. Кто же на самом деле обитает в самой мертвой и самой отдаленной зоне мирового океана? И почему там так много внеземных объектов? Так как речь зашла о внеземных объектах, сперва я должен рассказать вам об одной невероятной разработке планетарного масштаба, от которой снесет башню абсолютно всем. Всем любителям настоящих эпичных темных фэнтези. Совершенно новая коллекционная РПГ, в которой вы так нуждались. Rage Shadow Legends. Она настолько хороша, что порой кажется, будто ее создавал какой-то внеземной сверхинтеллект. За 6 месяцев игру скачали более 10 миллионов человек. Из более чем 300 тысяч отзывов у нее практически идеальная оценка в сторе. А все потому, что в игре поистине увлекательный сюжет, что большая редкость в мобильных играх. Вдобавок к этому обалденная детализация локаций персонажей. Более 400 чемпионов, которых можно коллекционировать. А самое главное — прокачивать. Причем у вас аж 1 миллион вариаций этой прокачки. Множество впечатляющих локаций. Эпичные сражения с боссами. Захватывающие бои в мультиплеере. Все это лишь верхушка айсберга. Разработчики уже добавили в игру новый режим Войны Фракций. Скорость появления нового контента в игре действительно впечатляет. Всех новичков ждет потрясающая программа вознаграждений, в которой вы будете получать ежедневный бонус в течение первых 90 дней игры. Качайте рейд по моим ссылкам в описании и получите 50 тысяч серебра, а также эпического чемпиона в качестве бонуса для всех новых игроков. Эту игру действительно стоит заценить. В 1997 году ученые получили первый тревожный сигнал из области точки Немо. Исследователи расположили подводные микрофоны на расстоянии 3219 километров друг от друга с целью изучения вулканической активности южной части Тихого океана. Только датчики зафиксировали совсем не то, что ожидали услышать ученые. Это был самый громкий шум, когда-либо доносившийся с глубины океана. Звучал он примерно так. Ученые дали название загадочному звуку «блуп». Только его происхождение на тот момент оставалось неизвестным. Специалисты из Тихоокеанской морской экологической лаборатории Национального управления океанических и атмосферных исследований стремились разгадать эту тайну. Сначала ученые подумали, что «блуп» издает какое-то огромное судно или другое плавательное транспортное средство. Но, как оказалось, в тот день возле точки Немо не было обнаружено ни одного корабля. Более того, в таком отдаленном регионе вообще практически никогда не бывает суден. Так что подобное предположение отпало практически сразу. Второй вариант — кит или гигантский кальмар. Однако звук был настолько мощным, что ни одно живое существо на планете Земля не способно его издавать. Учитывая тот факт, что 95% мирового океана не исследовано, ученые выдвинули совершенно невероятную гипотезу. В водах точки Немо обитает неизвестное науке существо, которое по своим размерам превышает даже синего кита. Самое крупное животное на сегодняшний день. Такое предположение вдвойне нереальное, ведь условия в точке Немо непригодны для жизни. Дело в том, что это место находится над разломом двух тектонических плит, который постоянно расширяется. Магма растет в промежутке между плитами, создавая геотермальные вентили, которые выбрасывают горячую воду и минералы. В такой экстремальной среде существование жизни невозможно. По крайней мере, ученые так считали до недавнего времени, пока не удалось доказать обратное. Группа немецких ученых из Института морской микробиологии Макса Планка на борту судна ФС Сон провела исследование в точке Немо, чтобы выяснить, есть ли там жизнь. Оказалось, что в поверхностных водах на глубине до 500 метров обитают около 20 видов бактерий. Это, конечно, наименьшее количество существующих видов на планете в одном месте, но все же лучше, чем ничего. Кроме того, бактерии привлекают к себе другие, более крупные виды. Например, в воды точки Немо начал заплывать волосатый краб Йети, открытый в 2005 году. Однако большое существо, издающее странный громкий звук, так и не было найдено. Загадочный вид животного, по подсчетам ученых, должен составлять в длину не менее 76 метров, что более чем в два раза превышает длину синего кита. Но ученые со всего мира не останавливались и продолжали поиски, регулярно исследуя звуки, доносящиеся со дна. В то же время обычные люди со всей планеты выдвигали свои предположения касательно звука блуб. Некоторые поклонники Говарда Лавкрафта посчитали, что Ктулху реально существует. Другие же приписывали таинственному существу внеземное происхождение. Так бы и продолжалось по сегодняшний день, если бы ученые не поставили точку в этой загадочной истории. Согласно словам сейсмолога Орегонского национального университета Роберта Дзяка, звук блуб является результатом трещины в ледниках Антарктиды. Каждый раз, когда какой-нибудь айсберг откалывается, громкие звуковые волны простираются на тысячи миль по прилегающим океанам. Так что о подводных монстрах с другой планеты придется забыть. Впрочем, нечто внеземное в практически безжизненных водах все же существует. По крайней мере, за пределами нашей планеты эти объекты точно бывали. Дело в том, что область вокруг точки Немо давно известна всем людям, имеющим дело с полетами в космос. Отработанные искусственные спутники и космические аппараты сбрасываются именно в эту мертвую часть океана. В результате точка Немо стала настоящим кладбищем для космических кораблей. Решение превратить необитаемую зону океана в космическую свалку было принято неспроста, ведь точка Немо является самым отдаленным регионом от места жительства людей. К тому же из живых организмов здесь обитает очень ограниченное количество видов, потому сброс отработанной техники сюда причиняет наименьший вред окружающей среде. Первый космический аппарат был сброшен в точку Немо еще в 1971 году. С тех пор в этой зоне накопилось от 250 до 300 космических аппаратов. Крупнейшее захоронение на кладбище космических кораблей зафиксировано 23 марта 2001 года. После 15-летней работы космическая станция «Мир» весом около 130 тонн была сбита над этой точкой в океане. При падении на высоте около 100 километров, входя в плотные слои атмосферы, станция начала рассыпаться. К моменту столкновения с водой ее масса становилась не более 25 тонн. Все остальные части либо сгорели, либо были оторваны и разбросаны на десятки и сотни километров вокруг. Судя по информации, которую я нашел в сети, обломки станции «Мир» разлетелись более чем на 1500 километров в длину и 100 километров в ширину. Поэтому, как вы уже поняли, кладбище космических кораблей — это далеко не ровная площадка с аккуратными захоронениями и охранником на входе. Затопленные аппараты и их части могут быть разбросаны на многие километры по акватории океана. Но все же это лучше, чем если бы обломки падали на заселенные территории нашей планеты. Но точка Немо настолько далека от суши, что ближайшие люди к ней находятся на МКС. Парадокс в том, что космическая станция вращается на высоте 416 километров от поверхности планеты, в то время как ближайшие земные поселения лежат в тысячах миль от точки Немо. Получается, что космонавты, периодически пролетающие над точкой Немо, — это единственные люди поблизости. Но скоро это изменится. Самое интересное событие, связанное с точкой Немо, ждет нас в ближайшем будущем. Предположительно, через 5-9 лет в самый отдаленный регион океана упадет самый дорогой проект в истории человечества — МКС. Если, конечно, все пойдет по плану и срок эксплуатации не будет продлен. Масса МКС составляет более 400 тонн, что в 20 раз больше массы всех метеоритов, попадающих в атмосферу Земли за год, и примерно в 6 раз больше, чем масса Гобы — крупнейшего из всех найденных метеоритов. Поэтому, если МКС не разлетится на осколки в полете, зрелище должно быть незабываемым, а наиболее труднодоступный регион в Мировом океане пополнится весьма ценным экземпляром. Несмотря на обилие космических обломков, точка Немо, по всем предположениям, должна быть самым чистым уголком Мирового океана. Ведь на тысячи миль вы не обнаружите ни одного человека, а морские суда здесь практически не встречаются. Но кругосветная гонка яхт в 2018 году показала обратное. Экипаж одной из яхт взял на пробу воду из точки Немо. Как оказалось, на один кубический метр воды приходится около 27 кусков микропластика. Поэтому даже недоступные места в Мировом океане достаточно сильно загрязнены. Что уже говорить о других уголках океана, где люди регулярно оставляют свой след. На самом деле наиболее загрязненные зоны Мирового океана могут содержать до 100 тысяч частиц микропластика на кубический метр. Мигрируя по всей планете, они достигают даже таких труднодоступных для человека территорий, как точка Немо. В 2010 году группа Гориллос, выпустив свой альбом «Пластик Бич», очень красиво затронула эту важнейшую для человечества тему. Они создали вымышленную историю. Якобы музыка была записана в студии звукозаписи, построенной на морском мусоре в точке Немо. Это является очень серьезной проблемой. Нам в очередной раз стоило бы задуматься в своем отношении к загрязнению окружающей среды, пока не стало слишком поздно. Ведь по последним данным, жизнь в Тихом океане уже сейчас находится под серьезной угрозой исчезновения. Ее могут уничтожить гигантские... Ммм... Кажется, эта тема уже другого выпуска. Пишите свои мысли и догадки на этот счет в комментариях. Ставьте палец вверх, если хотите продолжения этой темы. И подписывайтесь на мой канал, если еще не сделали этого. Спасибо за внимание. И до скорой встречи, мои хорошие. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!